Приветствую, друзья! Посмотрите, какая картина. Помните, раньше она называлась Берегиня? Ну, я её постоянно совершенствую, с вашей помощью вы мне даёте в комментах подсказки в формате коррективный разум, и она совершенствуется. Посмотрите, какое личико у мам в Берегине. И вот сейчас мне пришлут краски, и у младенца будет как солнышко такое. Ну, вы пишите комменты, подсказывайте дальше. Ну, всё-таки я восхищён, какая у нас получается картина совместная. Вот какое у неё лицо, глаза прикрыты, она прям в таком наслаждении от своего малыша, она заботится. Ну, понятно, да? Вот теперь смотрите. И там мне написала в комедии на прошлом ролике очень хороший отзыв о том, что когда говорит искусство, может слова излишни. Ну, может быть, но это же надо иметь набитый глаз, как говорится, разбираться в искусстве, потому что мне иногда посылают такие комменты, что мазня такая и так далее. Ну, явно человек не в курсе дела. Ну, ладно. Просто нас раньше учили, если дерево, значит, надо рисовать его как дерево, как фотоаппарат фотографирует. Ну, сейчас же много направлений разных. Главное, чтобы была суть смысла. Суть смысла передать ощущения, передать эмоции, передать душевное состояние, чтобы вы смотрели и загляделись, и почувствовали состояние матери, которая, ну, боже ты мой, страдания матери по детёнышу. Ну, что может быть красивее, вечнее, вечнее. Да, это даже у птичек бывает. Послушайте меня. Сейчас я хочу сказать о другом, но главном. Дело в том, что мой друг Игорь Николаевич Стрецов, физик-ядерщик, он старше меня, физики, он, конечно, разбирается лучше, чем я, потому что я ни грамму не разбираюсь в физике, потому что я разбираюсь в психике. Я врач, психолог, ну, он философ, и я философ, и поэтому мы выпускали совместные ролики, можете посмотреть. Но меня всегда вот заботило, я не понимал, когда говорит Игорь Николаевич о разумном, о рациональном и нерациональном. Я не понимал, что он имеет в виду в этом нерациональном, откуда человек будет черпать потом всё могущество мыслей своей. Вот это нерациональное я не понимал. Потом я также много смотрел Теслу. И вот Никола Тесла тоже говорил об этом, об абсолюте. Я тоже не понимал. А какой встречи с абсолютом он говорил, где он черпает вот эти все вот новые идеи, где он уже создал свою революцию в их качестве. И вот когда я, значит, так задумался и много посмотрел материалов, и очень противоречивых иногда, и комменты почитал. И потом вот я дал себе время, как говорится, с этим надо выспаться. Ну, так же говорят. Для чего говорят? Для того, чтобы в голове всё это, вот вся эта информация противоречивая, большая, объёмная, каким-то образом ты от неё отстранился во сне. Ушёл в сон, а там происходит генерация, синтез и прочее. Десятое отрешился от текущего момента, потому что когда ты в текущем моменте, как говорил Есенин, лицом лица не увидать. Ну, надо как-то отойти. Ну, это есть и в теореме бёдрами, которые я люблю, и Игорь Николаевича с лицом любит. Ну, мы её немножко по-разному получается, понимаем. Но дело не в этом. Дело сейчас в том, что Игорь Николаевич борется за то, чтобы электричество было доступно, скажем, как и Никола Тесла. Я, который занимаюсь психофизиологией, врач и психолог, я тоже хочу, чтобы электричество и энергия было доступно. И вот я понял вот что, что по существу самая доступная энергия, она внутри нас. И в то же время самая недоступная, потому что энергия стресса, энергия стресса, это и есть иррациональная, это и есть, собственно говоря, абсолют, о котором говорил Тесла, иррациональная, о котором говорит Игорь Николаевич. Вот Острецов, мне так кажется, вот сейчас я пошёл ему этот ролик, пусть он мне скажет. И мы с ним сделаем вместе ролик. А сейчас я готовлю пока вебинар с нашим Романом Газенко, где мы будем слова расшифровывать, там я его тоже, может быть, спрашиваю. Что такое энергия? Вопрос в чём? Вопрос в том, что у нас есть так называемый бесплатный ликбиз. Вот я выкатываю, значит, на всеобщее обозрение, бесплатную помощь, и всех предупреждаю. Сегодня, например, бесплатный ликбиз, смотрю, 30-40 человек туда выходят. Так я ожидаю это бесплатно? Я ожидаю то, что в мире ищут, везде ищут, как соединить духовные и материальные ценности, как выйти на бесплатное использование энергии. Я там объясняю своей бесплатной помощью, что самая мощная энергия, которая есть, вечная, постоянно восстанавливаемая, неисчерпаемая, возобновляемая источник энергии внутри нас тоже. И как раз таки, когда мы научаемся использовать энергию стресса, а это постоянно у нас происходит, вот эти противоречия, которые внутри нас, между духом и материей, между уровнями сознания, подсознания, организма, вот эти противоречия создают стресс, создают энергию. Это генератор. Я как раз таки бесплатным ликбезом, и есть тот, образно говоря, подсказка к абсолюту. Берите же и пользуйтесь, но не пользуйтесь. Не дозрели, наверное, как в свое время, и у Теслы не дозрели, как в свое время, наверное, и Игорь Николаевич Астрецов. Сколько лет он борется, чтобы объяснить людям, что могут быть батарейки бесплатные, так они же его не слушают. Вот, ну, что сказать, ну, надо с двух концов. Игорь Николаевич говорит со своей стороны, как материалист, который в то же самое верит, у него есть вот это вот ощущение Христова, такого бесконечного. Там также он относится и к исламу хорошо, в том смысле, что лицо Бога, оно не лицо Бога, а это бесконечность. Вот это проникновение в бесконечность, так я на бесплатных ликбезах, где я даю бесплатную помощь, именно открываю, как общаться с бесконечностью, с безвремением, с нулевым состоянием. Так вот оно что. То, что было для Теслы, было абсолют, то, что для Игоря Николаевича есть, может быть, он меня поправит, но посмотрим. То, что для Игоря Николаевича есть иррациональное, что должно быть с рациональным, еще раз повторюсь, он говорит, рациональное все понято, эти законы поняты, это для материального мира, но надо еще постигать иррациональное. Так вот, я считаю, что иррациональное – это ноль, нулевое состояние, а это встреча с бесконечностью, с вечностью, с безвремением. Это наше нулевое состояние, которое происходит всегда, как коробки передачи автомобиля, когда ритм мозга меняется. Мы делаем одно и то же дело, только с разных сторон. Да, и что же может быть между этими разными сторонами, общим языком, между духовными и материальными ценностями? Ну, конечно, психолингвистика. Нужно понимать смысл слов, которые каждый раз меняются, каждый раз все переносят. То либералы были хорошие, то теперь плохие, то они были такие, то теперь плохие. Ну, меняется отношение, меняется смысл слов и так далее. Поэтому у нас и Роман Газеенко. Поэтому не забывайте, друзья, подписывайтесь, овладевайте новыми знаниями. А я еще раз вам передаю привет. Картину Берегиня посмотрите. Я считаю, что она просто шедевр. Ну, вот добавим еще в младенцу, чтобы солнышко было, витчиком. Она уже, она уже шедевр. Да. До встречи, друзья.